Под звуки музыки встречали брестских мам во Дворце культуры профсоюзов. В этом году организаторы Городского объединения профсоюзов постарались сделать праздник совершенно отличный от предыдущих. Уже в холле представительниц прекрасного пола встречали пока еще юные кавалеры с букетами осенних цветов. А по пути в зрительный зал для мам педагоги и воспитанники развивающего центра «Аленка» разместили свою творческую экспозицию, приуроченную к такому знаковому дню. Порядка двух десятков работ и воплощенных на них детских мыслей бесспорно нашли отклик в сердцах тех, для кого они самое святое и дорогое. Этот прекрасный дворец, который после ремонта преобразился, обновился, сегодня предоставил нам все условия для того, чтобы мы провели это мероприятие. В нем принимают участие многодетные мамы, передовики производства, активисты профсоюзного движения. Каждой маме очень важно видеть результат работы своего ребенка, что он может, она его растит, заботится о нем, а тут он выдает такой шедевр. Поэтому дети очень хотят увидеть эмоции родителей, отзывы на свои работы и они просто дрожат от впечатлений и от волнений, как это вообще все будет. Мир по имени мама. Он так многогранен и насыщен. Ведь не зря говорят, рука, качающая колыбель, правит миром. Именно с мамой ребенок делает первые шаги. Именно с ней он говорит свои первые слова и входит в общество. Ее миссия почетна, но очень непроста. И кто, как не сами мамы, знают об этом. Мама должна успеть все. Не только собрать себя, но собрать весь дом, собрать детей, приготовить их, а просто их любить даже. Это очень сложно. И угодить ребенку не так всегда просто. Мама, наверное, это расти, детей поднимать, воспитать их, чтобы они тоже стали мамами. Это делает то, что нужно ребенку. Мама – это, наверное, все. Это теплота, это душевность, это забота, доброта. Ну, все, наверное, начало хорошее – это все от мамы. Все, что мама заложила хорошего, доброго, светлого – это, наверное, в первую очередь от мамы. Я за ту категорию мам, которые очень, можно сказать, не слишком трепетно относятся к детям, а справедливо и доверительно. И доверительно. Самое главное, не только в семье, но и во взаимоотношениях пожилого возраста, доверие между взрослыми и детьми должно быть абсолютно. Только тогда будет счастливая бабушка, мама, папа и внуки. В программе большого красочного концерта все было посвящено им – милым и дорогим, добрым и красивым, справедливым и искренним. Ведь мама – это веселое и ласковое солнце, источник нежности, сострадания и уюта. Сколько бы хороших, добрых слов не было сказано им, сколько бы поводов для этого не придумали, лишним это не будет никогда. Хотел бы поздравить всех женщин искренне и пожелать им доброго здоровья, женского счастья, тепла, понимания, чтобы их дети были благодарны им за бесконечные заботы, за их труд, за их терпение и преданность. И самое лучшее пожелание, чтобы в этот день сегодня сказали дети своим мамам. Анастасия Назарин, Плодницкая, Евгений Просныль, Антон Луговкин, телекомпания «Буктово».